120 лет назад ремесленники, художники и печатники объединились на кампусе Ройкрафт для того, чтобы сохранить исконное ремесло. Сегодня я присоединяюсь к движению Arts and Crafts и оставляю свой след в искусстве. Движение искусства и ремесла зародилось в Европе в 19 веке в знак протеста против безликого ширпотреба, дитя индустриальной революции и шагающего по миру капитализма. На рубеже 20 века американский промышленник и начинающий писатель Элберт Хаббард, вдохновленный традициями движения, привозит его в США и основывает печатный дом в городке Ист-Ор-Ора, в 20 минутах к югу от крупного промышленного города Баффало, штат Нью-Йорк. Спустя век с лишним, в разгар уже четвертой индустриальной революции, кампус Ройкрафт и работающие на нем художники-ремесленники остаются верны идеям своего основателя. Ручная работа делает нашу работу особенной. Люди, которые покупают эти вещи, чувствуют эту особую энергетику. Наша работа, в отличие от компьютерных аналогов, несет человеческое тепло. Сегодня для того, чтобы поделиться мыслями со всем миром, всего-то и нужно смартфон до выхода в интернет. Остальное вопрос смекалки и скорости провайдера. 120 лет назад каждое слово надо было собрать по буквам, а потом страницу за страницей отпечатать на станке. Процесс небыстрый, зато было время подумать, стоит ли овчинка выделки. В ручной печати больше нюансов, чем при наборе текста на компьютере. Каждую букву надо подобрать, выставить правильное расстояние, построить композицию. Потом фразу надо перенести на станок, причем следить, чтобы буквы не рассыпались. И чернила должны быть нанесены равномерно. В этом процессе так много нюансов. В студии по соседству уроженец Нью-Йорка Чарли Клофф создает полотна руками своих гостей, в том числе пальцами нашей съемочной группы. Традиции имеют начало, но они не стоят на месте. То, что я делаю, прогрессивно в контексте авторства картин. Традиционно у картины один художник, у меня их больше 350. И мне кажется, это соответствует прогрессивному духу движения Хаббарда. На сегодняшний день кампус Ройкрафт, на котором расположены печатный дом, медные и мебельные мастерские, а также студия мозаики, гостиница, церковь, антикварная лавка и музей. Это не только уникальное историческое наследие, но и бизнес-проект, работающий по принципу нулевого баланса. Вся прибыль от туризма и образовательных программ идет на поддержание комплекса. А вот еще несколько десятилетий назад надежды на то, что кампус будет жить, не было. В 40-х годах прошлого века комплекс пришел в упадок, и здания пошли с молотка. От здания отлетали куски, котельная сгорела дотла. Это было очень грустно, очень-очень грустно. Лишь когда в гостинице Ройкрафт Инн, выдержанной в европейском архитектурном стиле, выпали оконные рамы, любители искусства и истории начали бить тревогу. На реставрацию комплекса было собрано 13 миллионов долларов. Поддержание комплекса обходится очень дорого, и мы пытаемся сохранить кампус как можно ближе к оригиналу. Лишь на то, чтобы протестировать строительную смесь, нам пришлось потратить 2000 долларов. И это лишь для того, чтобы протестировать три участка размером с ноготок, для того, чтобы узнать точный состав смеси, которую использовали 100 лет назад в этом здании. И сегодня работа в Ройкрафт продолжается. Каждый проект обходится кампусу в сотни тысяч и даже миллионы долларов. Реставрация этого здания, где раньше находились печатные станки, обойдется в 10,5 миллионов долларов. Только на замену крыши, покрытой глиняной черепицей, уйдет больше миллиона долларов. Некоторые инвесторы намекают, что пора бы кампусу стать самоокупаемым. Но, по мнению генерального директора Курта Бронта, эта перспектива сомнительна. Многомиллионные реставрационные работы здесь расписаны на сотню лет вперед. Однако для обитателей Ройкрафт борьба за сохранение наследия Хаббарда стоит свеч. Ведь символ движения «голова, сердце и рука» – «head, heart and hand» – это философия их жизни. Я больше таких мест, как Ройкрафт, не встречала. Изделия ручной работы просто прекрасны. И атмосфера на кампусе такая умиротворяющая. На кампусе особая атмосфера, ее невозможно воспроизвести. Это дух истории, традиций. Для наших художников это страсть, которой они хотят поделиться с миром. Ольга Логинова, Майкл Эккельс, из Тарора, Нью-Йорк.